Ну что же, как я и говорил, время встретить первого гостя в нашей программе. Интересная тема, как вести себя с ребенком в обществе. Екатерина Чемрова, детский психолог, педагог с опытом работы более 10 лет, игропрактик, создатель детского клуба. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы в такое видим часто, да, что ребенок, например, один себя ведет спокойно абсолютно, приходит, там ему сказали, нельзя игрушку, ну нельзя так нельзя, да, а второй буквально бьется змейкой на полу в магазине, орет на весь магазин, и вот что с этим делать, потому что есть два типа родителей, которые вообще, ну, порет, успокоится, а есть, которые включаются в эту игру. Первое, что нужно понимать, что у ребенка случается истерика только тогда, когда вокруг есть зрители. То есть для того, чтобы прекратить истерику, в первую очередь нужно избавиться от зрителей. Если вы дадите ребенку реакцию, он видит, что он получает от данного проявления что-то, и он будет продолжать эту истерику. Здесь важно соблюдать свое спокойствие и отбросить стыд и вину, потому что родители всегда чувствуют себя неудобно и некомфортно, если ребенок где-то в обществе при других людях начинает капризничать и плакать очень громко и кричать. В таком случае вы можете просто взять ребенка на руки и вынести из магазина, если это там происходит, или отдалиться с ним туда, где нет людей, потому что нужно избавиться от зрителей. Ну, либо можно просто не реагировать. Ну, условно, вот он стоит у прилавка, вот он орет, хочу, хочу, а ты вот стоишь своим делом занимаешься. Насколько вот такое поведение будет? Родители в большинстве случаев не могут это сделать, потому что им становится стыдно, что их ребенок капризничает. Создает шум. Да. Но это же тоже ненормальное состояние, да, у взрослого? Нет, конечно. Вот. В первую очередь нужно понимать, что вы делаете все правильно, а для этого нужно знать возрастные особенности ребенка. Потому что в некоторых случаях это может быть кризисное состояние, и ребенок просто не может себя контролировать. Вообще навыки саморегуляции начинают появляться после 7 лет, ну, грубо говоря, проявляться. До этого терпеть. До этого они только формируются, поэтому с помощью игр нужно как раз-таки вырабатывать, да, и только своим примером показывать. Давайте какие-то... Подождите, Евгения, вы сказали по поводу зрителей, а мама или папа, например, в квартире являются зрителем или нет? В зависимости от того, как они... Истерики же и дома бывают, правда? Конечно. Когда хочешь гулять, например, или наоборот, когда его забираешь из двора домой, да, заверешь? Здесь вопрос родительского авторитета и установления границ. Если ребенок знает, что он может продавить своих родителей как раз-таки плачем и криками, тогда он это будет использовать. Потому что ребенок приходит в наш мир без опыта общения, и этот опыт он только приобретает. Так же, как и взрослые, когда появляются в новой компании, они пробуют разные способы с разными людьми, но в основном они используют тот предыдущий опыт, который получили еще в детстве. И все, и потом мы, соответственно, имеем ребенка, который золотой ребенок, например, с папой или с мамой, да, и абсолютно неуправляемый, там, например, с другим родителем. Да. Давайте какие-то игры, что может сделать родитель, вот прям какие-то там одну-две практики, чтобы вот, ну, как-то эту ситуацию там остановить. Смотрите, для того, чтобы как раз-таки выработать необходимые навыки, нужно научить ребенка эмоции. Для этого нужно объяснять, как они называются и что ребенок чувствует, потому что он пока этого не знает. И вырабатывать навыки саморегуляции. И также, вот если ребенок находится в истерике, с ним разговаривать бессмысленно, он вас не слышит, нужно сначала привести его в норму. Для этого можно взять вообще обычный целлофановый пакетик. Я предлагаю вам сейчас поиграть. Конечно, Евгения у нас любит эти вот игры. Она потом переносит их домой. Нужно выровнять дыхание. Ребенка его не нужно открывать. А, не нужно. Для того, чтобы выровнять дыхание ребенка, можно поиграть в такую игру. Вы подбрасываете пакетик. И нужно с помощью дыхания передавать его друг к другу, при этом, чтобы пакетик не упал. Ну, давай. Давай, Жень. Так. Порепетируй. Представь. Представь вам мне своего мужа. Как бы ты с ним играла. Моя дети. Давай. А еще можно с помощью вот таких пакетиков научиться жандировать. Пальцы сейчас сломаем тебе. Это игра нужна для того, чтобы помочь ребенку прийти в нужное состояние. В спокойное состояние. Ну, оно как-то, мне кажется, наоборот. Когда вы начинаете играть с ребенком, он же перевозбужден. Дети в основном на одном вдохе пытаются передать родителю. То есть у него получается не многократно, как у вас сейчас было. А на одном выдохе, точнее, он передает этот пакетик. Посмотрите, Екатерина, конечно, это интересный способ, но а как его переключить-то, вовлечь в эту игру? То есть если он в состоянии, ну, не поддающимся нормально. Ну да, вот он орет, плачет, дай-дай-дай, там, или хочу-хочу. И как в этот момент ему пакетик этот подсунут? Ну, любую другую игру. Для начала нужно избавить его от зрителей. Когда вы его избавили от зрителей, он уже, у него нет такого смысла показывать так ярко свои эмоции. Но в большинстве случаев дети не помнят, из-за чего они начинают эти истерики. И то есть если мы переключаем внимание на игру, все дети любят играть. У меня, знаете, какой вопрос? Это вот со взрослыми работает, насколько это не испугает, например, ребенка. Очень часто, если человек находится в истерике, нужно создать рядом громкий звук. Хлопнуть в ладоши, уронить стул. Ну, вот, в общем, как-то его внимание, чтобы он вздрогнул и подумал, что происходит. Вот насколько это можно делать с детьми? Ну, вот прям рядом просто взять и громко хлопнуть, чтобы он... Интересный способ применять, Евгения, в своей практике. Это как раз-таки тоже переключение внимания. Вы хорошо знаете своего ребенка и знаете, что его пугает, что его не пугает. Вообще, если у ребенка нормальное психическое состояние, то это его не испугает. Но он же должен в этот момент подумать, что такое, где происходит. И на секундочку из этого своего состояния вырубить. Конечно. Для того, чтобы еще избавиться от вот такого нервного напряжения, вы можете просто предложить ребенку проявить свои эмоции. Например, если ты сейчас очень влишься, ты можешь громко потопать, как слон. Давай попробуем. А может, пол проломится. Ну, и, грубо говоря, в такой форме вы тоже можете использовать такие игры. Ну, в общем, самое главное пытаться отвлечь, пытаться развлечь в этот момент. И самое, наверное, еще о чем мы поговорили сегодня, стоит акцентировать внимание, чтобы родители не стыдились вот этого всего. Не пытались сами в себе замкнуться, чтобы, ой, какой у меня громкий ребенок, что ж такое, как стыдно за него. У меня есть еще один вопрос. Вот мы сейчас обсуждали уже момент истерики. Есть ли какие-то игровые практики, которые позволяют, ну, учить контролировать эти эмоции, чтобы не доходило до вот этого вот? Да, конечно, легче предотвратить, легче не допустить, чем предотвратить. Смотрите, для этого нужны как раз такие игры, касающиеся саморегуляции. Это могут быть обычные настолки, могут быть такие игры. Главное, чтобы там были правила. Например, игра в секретное слово. Тебе нужно сохранить секретик. Я буду сейчас называть слова. Если я назову, ну, например, сейчас у нас будут секретные слова. Это название цветов. Если я назову тебе какой-то цветок, тебе нужно его не называть, а хлопнуть. И таким образом ребенок держит в голове правила игры. Ну, например, можем тоже с вами сейчас сыграть. Я называю вам слова. Если я называю какой-то цветок, вам нужно его не произносить, а хлопнуть. И со временем мы будем увеличивать скорость этой игры. То есть сначала мы начинаем медленно, а затем быстрее, быстрее, быстрее. Давайте. Итак, шкаф, телевизор, тюльпан, холодильник, самокат, роза, стена, потолок, кактус. Таким образом мы с вами будем увеличивать. Это в течение получаса еще. На самом деле дети очень быстро включаются в игру. И затем лучше всего переключить на то, чтобы ребенок стал ведущим. Когда ребенок становится ведущим, ему нужно будет контролировать, что он говорит, подбирать слова. И таким образом тоже развивается как раз-таки навык саморегуляции. Ну и часа на два вы его займете. Аплодисменты. Главное, чтобы у вас было на это время. Екатерина, чем Рома была у нас сегодня в гостях? Поговорили о том, как же вести себя с ребенком в обществе, если он истерит, не слушается. И не хочет делать так, как просят его родители. Вам большое спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова